Но кто же, кто к святилищу Афины Последним руку жадную простер? Кто расхищал бесценные руины, Как самый злой и самый низкий вор? Пусть Англия, стыдясь, опустит взор. Свободных в прошлом чтут сыны свободы, Но не почтил их сын шотландских гор. Он, переплыв бесчувственные воды, В усердии в варварском ломал колонны с воды. Удивительное дело, но поступок лорда Элджина, Который вывез фрагменты Парфенона, С самого начала вызывал возмущение. Великий английский поэт Лорд Бэйрон Осудил своего соотечественника, лорда Элджина, Откровенно назвал его поступок, Вывоз фрагментов Парфенона воровством и варварством. В своей поэме «Поломничество чай д'Гарольда» Он все называет своими именами. Очевидно, он преследовал цель и спасения этого мрамора, И его сохранение. Но в то же время существует письмо В одном из архивов, Где лорд Элджин своему соотечественнику Хвастливо пишет, Что я вывез из Греции столько античных ценностей, Сколько не снилось и Наполеону. Но нам сегодня, в общем, не важны его мотивации, Был ли он спасителем или грабителем, Нам не важно. Важен тот факт, что Парфенон, Который является для всего человечества Символом гармонии, Символом вот той самой архитектурной, Художественной и жизненной среды, Которую все человечество на протяжении всей истории Признает идеалом. И то, что дало начало классическому искусству. Вот этот символ, он на самом деле осквернен, Он поруган. Его какие-то ценнейшие фрагменты, Без которых невозможно сохранить Вот эту гармонию целостности, Они выломаны и вывезены. И находятся в другой стране. И не только в Британии, И не только в британском музее, Где находится, наверное, половина Вот этих мраморных скульптур Парфенона. Более мелкие фрагменты Расползли по всему миру. И все прогрессивное человечество Заявляет о том, что необходимо вернуть на место Фрагменты Парфенона должны быть возвращены в Афины. Дискуссия, чем является поступок лорда Элджина Миссией спасителя или варварством Началась в британском обществе Еще во время экспедиции лорда Элджина И эта дискуссия продолжается до сих пор. Еще в 80-е годы прошлого века Знаменитая греческая певица и красавица И министр культуры Милина Меркурия Официально заявила о политике настойчивого Возвращения мраморных скульптур на Парфенон. По ее инициативе было создано общество Так называемое ИАРПС. И сегодня в это общество Входит 21 страна. В том числе и очень активный Британский комитет. Оно не раз обращалось к королеве английской. Оно постоянно выступает и требует Возвращения скульптур на Парфенон. В том числе существует и российский комитет, Который, собственно, возглавляю я. Я, конечно, не могла отказаться, Потому что для нас, бывших студентов, Мархи, Парфенон и вообще вот эта вот Культура Древней Греции, Но это колыбель в том числе И российской архитектурной культуры. Русский классицизм И самые высокие образцы Классической архитектуры 18 века И неоклассицизма 19, Там в начале 20 века. Конечно, без Парфенона Это было бы невозможно. Комитеты делают все для того, Чтобы вернули скульптуры, Проводят расцветительскую работу, Лекции, устраивают выставки. Главное – это позиция Культурного сообщества страны. Они выражают позицию Культурного сообщества страны. Понятное дело, что в России Может быть сегодня Не самая главная забота россиян Возвращение мрамора на Парфенон. Но это только на первый взгляд. В культуре разных стран, В том числе и в архитектуре, В искусстве разных стран, Иногда происходят невероятные явления. Что-то удалось создать такое, Что стало важно для всего человечества. И наивно полагать, Что это принадлежность страны, Где они родились. Все человечество заинтересовано в том, Чтобы эти точки силы, Которые подпитывают каждого, Были в целости и сохранности. И безнравственно, И просто преступление, Их разнимать на части, Их уничтожать, Выламывать из них куски, Куда-то вывозить. Выстраивать для них Какие-то новые храмы в других странах. Но это же проявление Просто варварства И отсутствия какой-то элементарной культуры. Хотя все это, конечно, Облачается красивыми словами. Про спасение, сохранение и так далее. Контраргументы со стороны британской стороны, Которые на все греческие запросы На протяжении уже долгой истории, Отвечают категорическим отказом. Как раз и заключается в том, Что они сохраняют, Что у них большая научная И хранительская культура, Что у них миссия спасителей. Но появление музея Акрополя, Который был спроектирован Бернардом Чуми И стал результатом, ну, Четырех, по-моему, Конкурсов архитекторных. Мировое признание этого музея В десятке лучших музеев мира Он занимает восьмое место. Говорит о том, Что не только в Британии Замечательные ученые Не только в Британии Умеют хранить Мировое наследие. Собственно, Архитектурное решение Бернарда Чуми Очень интересное И по-своему уникальное. Во-первых, Само пространство развивается По вертикали, И оно как бы символизирует Восхождение на Акрополь. А как известно, Парфенон венчает Акрополь. И экспозиция располагается Таким образом, Что самый высокий Третий уровень Представляет Сам фрис Парфенона И два фронтона его. Там представлена Вся композиция. Но то, Что находится в Британском музее, Представлено гипсовыми копиями. Ну да, в 21 веке Вот он приобрел Такой музейный формат. Но это Акрополь. Это единое целое. Конечно, Смущает позиция Британского музея, Который относится К этим ценностям, К мраборным скульптурам Парфенона, Как к музейным экспонатам. Тем самым, Они, во-первых, Их вырывают из контекста, А во-вторых, Лишают их Их естественной среды. Есть такое мнение, Которое я лично разделяю. Это мнение Ученых, которые занимаются античностью. Самонахождение Скульптурной группы С фронтонов В Британском музее Унижает скульптуры Парфенона. Они должны быть освещены Самим местом, Самим Акрополем. И музей Акрополя Для них, безусловно, Место оптимальное, Потому что, Во-первых, Оно принадлежит Акрополю, И вся аура Как бы это единое целое. А с другой стороны, Там созданы все условия Для сохранения. Вот то, о чем Радеют британские коллеги. Ну и все профессионалы, На самом деле, Радеют о сохранности Этой скульптуры. Созданы все условия На самом высоком уровне. Если британский музей Все-таки будет задерживать Возвращение этих Величайших ценностей, У него будет репутация Ну, провинциального, Колониального И регрессивного музея. Я думаю, Что эта проблема Растянулась на столетия. Не только потому, Что Британия не хочет Возвращать невероятные ценности, Которые создали славу Британского музея. И которые привлекают В том числе и в Лондон, В британский музей Там огромные толпы посетителей. Не только поэтому. Очевидно, Есть большой страх Создать прецедент. И тогда Очень многие музеи, Очень многие коллекции, Очень многие страны Предъявят друг к другу претензии. Этот страх понятный. И в России Ведь тоже много лет Звучит дискуссия По поводу Щеукенской коллекции. И так далее. И профессиональные музейщики Вообще очень осторожны В этом вопросе. Но уж на протяжении истории Все эти болезненные проблемы Как-то развивались, К чему-то пришли И страшно трогать. Потому что может произойти взрыв. Я считаю, что трогать нужно. Я считаю, что порочные решения И преступные решения И такие тяжкие ошибки Их необходимо исправлять. И я все-таки Не только надеюсь, Но верю, Что рано или поздно Это произойдет. Получается, что культура, Которая выстроена На такой основе Это колосс на глиняных ногах. Рано или поздно Все это рухнет. И лучше до плохого не доводить. Редактор субтитров А.Семкин